Купи мне спиннер. Эту фразу за последний месяц услышало очень много родителей детей от 4 до 16 лет. Сейчас я нахожусь в торговом центре, вооружилась микрофоном и хочу поспрашивать, а многие ли знают, что такое спиннер и как его использовать? Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое спиннер и для чего он нужен? Это чтобы... чтобы... вот когда ты злишься, он тебя успокаивает. А ты часто злишься? Да. Нет, не знаю. Не знаешь, что такое спиннер? Не знаю. Есть люди, которые не знают, что такое спиннер, и это ребенок, я очень рада. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое спиннер и для чего он нужен? Да. Что это такое? Чтобы удалить нервы. Чтобы удалить нервы? У тебя много нервов? Нет. Немного. Но ты их часто удаляешь с помощью спиннера? Да нет. Нет. Просто кручу его. Угу. Классно. Удаляем нервы при помощи спиннера. Этим модным словечком называют вертушку, крутилку, развлекательная и антистрессовая игрушка-тренажер. В центре спиннера находится металлический или керамический подшипник. Радиально расположено несколько утяжелителей. Игрушка изготавливается из различных материалов. Латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика и керамики. Мы с Павлом отправились на встречу с директором детского интернет-магазина, который расскажет нам обо всех тонкостях этого загадочного предмета. Есть у нас стандартный спиннер. Это крепкий пластик достаточно. Он состоит из подшипника в середине и утяжелителей по бокам. Это самая простая модель. Сейчас цена ее 200 рублей. Есть точно такие же, но уже, допустим, с принтами какие-то, вот такие, как супергерои. Керамические. Да, то есть уже начали делать рисунки, потому что, если изначально нужно было просто спиннер, то уже через пару недель начинается, чем бы еще увлечь, то есть начинаются вот такие рисунки различные. Самые хрупкие спиннеры из керамики и светящиеся. Такие чаще всего ломаются. Особой популярностью сейчас пользуются крутилки металлические. Они вращаются дольше. Для того, чтобы увеличить время вращения, дети разбирают спиннер, смазывают подшипник бензином или другими средствами, а после наслаждаются своей работой. У этого предмета появились и противники. Начались рассказы в интернете, что спиннеры накачивают ртутью для того, чтобы он крутился лучше. Это, конечно, неправда. Производителям невыгодно столько вкладывать в дешевую игрушку. А вот о том, обладает ли спиннер антистрессовыми действиями, нам расскажет наш неизменный психолог. Антистрессовыми функциями обладает любая игрушка, которая имеет незаконченное действие. И она просто крутится. Издавна известный волчок, юла и всевозможные игрушки, которые обладают крутящимися свойствами. Вот ребенок смотрит, что-то у него, вот его прямо это может успокоить на самом деле? Его это не то, чтобы успокоит, но просто отвлечет его внимание. Отвлечет его внимание и на некоторое время переключит с чего-либо. И нельзя показывать ребенку, что вы считаете настолько значимый для него предмет бесполезным. Покупка вот такой трендовой вещицы даст понять вашему чаду, то, что важно для него, имеет значение и для вас. Наличие любой модной игрушки позволит малышу отнести себя к определенной группе детей, обладающих чем-то особенным. И это поднимет его самооценку. Бестселлер лета 2017 года оказался абсолютно бесполезным и безопасным. Совсем скоро эта популярная игрушка займет свое место в письменных столах, а на смену ей придет какая-нибудь другая популярная вещица, которую как следует распиарили блогеры. И мы снова проведем свое расследование. И помните, что «Мама в деле» всегда в сети. Обо всех волнующих вас темах пишите мне ВКонтакте. И в вопросах материнства будем разбираться вместе.